МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации телерадио компании Гомель. У студии працует Светлана Князева. Глядите в этом выпуске. Державный стяг, гисторая и сегодняшний день народа. У Гомеля сегодня отбылось урочистый открытие флагштока. Экологичное палево у Мазыры сдаден в эксплуатацию пилетный завод. Культурное житё обновляется. Новый сезон завтра открывает Гомельский цирк. А зараз об этом и иншим больше подробностям. Сегодня у Гомеля пройшла урочистая церемония открытия флагштока, державного флага Республики Беларусь и ушанования переможцев, которые достигнули лучших показчиков по выниках работы в 2019 году. Наши корреспонденты с подробностями. Урочистая церемония начинается каля мемориала «Вечный огонь». По великим рахунку, это данина поваги поколению, якое у тяжкую годину отстояла свободу и незалежность родимы, часто ценую у властных жител. Менавито тут разгортывается державный флаг Республики Беларусь по мерам 12 на 6 метров. Символ суверенитету и свободы, мощной, квитнеющей и безопасной Беларуси. По головным проспекте Гомеля колонна накеровывается до площади Ленина, где побудованы 60-метровый флагшток. У першыню Беларуси площадь державного флага была открыта у Минску в 2013 году. Другим городом у Республики и первым в нашем регионе, где з'явилось такое сбудование, стал Гомель. Каждый человек хочет жить в красивом месте. И наш город, город Гомель по праву славится своей красотой, своим уютом. И сегодняшнее мероприятие, поднятие государственного флага над площадью нашего города, это замечательное событие. Поэтому сегодня мне хочется пожелать всем гостям и жителям нашего города, чтобы на этой замечательной площадью, под этим флагом, чтобы этот флаг стал местом встреч для многих людей. Пусть люди встречаются, объединяются. Державный флаг – это история будущего белорусского народа. Увасабление идеи национальной едности – важнейший атрыбут суверенитету и незалежности от шины. 14 мая 1995 года на всенародном референдуме 70% населенства подтримало решение об увядении изменений, удеющую на той момент атрыбутику. Так Беларусь набыла сувшасный флаг. Его символичные колеры адлюстровывают надеи народа на добробыт, мир и добро. Червоный колер – знак солнца. Это символ перемоги и счастливых життя. Зеленый колер природы и развития. Белый означает гостинность и доброзашливость жахару Беларуси. Теперь, каля этого флагштока, у Гомеля будут проходить наибольш значные громадско-политичные мероприемства. И самое первое – ушанование переможцу, яке досягнули наибших покажек по вынеках работы у 2019 года. По моему глубокому убеждению, вполне символично, что сегодня фотографии и данные лучших людей Гомельской области, которые размещены на доске почёта Гомельской области, они находятся под нашим государственным флагом. И я счастлив, что мне сегодня довелось участвовать в данном мероприятии. Лепший район с колькостью насельництва свыше 80 тысяч человек – Мазырске. Дарышен открытый сёння «Дожцы Гонору», назвывающий 10 предприемств и организаций этого района. Таких досягнений больше нема ни в одном регионе. Я думаю, что чуткое отношение руководителя к своему трудовому коллективу и ясность поставленных задач позволяют району из года в год улучшать свои финансовые и экономические показатели. Ну и, конечно же, результаты работы всего трудового коллектива. Поэтому в копилке достижений района – это работа каждого человека. Лепшая организация лесной господарки – ахувы здоровья, адукации, медицины, культуры. Для того, как трапить на областную «Дожку Гонору», необходимо не только стабильно працовать, а быть саправдой лепшим. И этим могут гнарыться не только коллективы-пераможцы, але и вся в область. Олег Сенсуров, Ольга Коновалова, Валерия Панько, телерадиокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. У Мазары открылась новая вытворчасть. Тут сдаден в эксплуатацию пилетный завод. Завод побудованный в рамках выполнения доручения президента Беларуси о повышении эффективности использования лесных ресурсов. Министерством лесной господарки распроцованы ответные планы, которые предугледживают открытие в Беларуси шести пилетных заводов, два из которых на территории Гомельской области. Пилеты лишатся самым экологично-беспечным видом палева, яким можно отрымливать за отходы у перепроцовки ци низкоякосной дровнины. Гэта экспортно-ориентованная продукция, запотрабованная на сусветных рынках. Что ты же цемазырских заводов, то и он з'является самым великим у Гомельской области. Мы дали свободу руководителям организации в принятии решения. Во многом это основывалось на наличии сырьевой базы в каждом регионе, на их объемах переработки, на логистике, в финансовом состоянии. И ввиду наличия вот этой свободы каждый руководитель волен был выбирать производство, оптимальное для организации, которую он возглавляет. Еще один объект, который открылся у Мазары – Центр творчества детей и молодежи. В першине под одним дахом отрымалось собрать все гуртки, которые работают под гидой районного отдела эдукации. На протяге некоторых десяти годов у гуртки Центра детской творчества размещались в процессованных помешканиях в разных кутках города. Ситуация начала изменяться после принятия решения Мазырского района Канкама, а передача на баланс отдела эдукации былого будинку суда, а гульной площадью – больше, чем тысячи квадратных метров. Миновата у им после капитального ремонта и разместился Центр творчества. Тут так само будут проводиться посажения молодежного парламента и интеллектуального клуба «Что, где, коли?», а так само проводится адаптация детей, которые имеют отхиление в психофизичном развитии. Особное зало выделено для размещения постоянно деющей экспозиции детячей творчества и вида уромества в белорусском поле, с заключением ее в туристический маршрут. Со скольки лет? Вообще с четырех. Но бывает и такое, что приводят братьков-сестричек. Родители просят, чтобы взяли и старшего, и младшего. Тогда мы, конечно же, не отказываем. Многие очень даже не знают, что они талантливы. Начинают работать, и все у них получается. Паломники хасиды сегодня покинули нейтральную полосу на мяжи с Украиной. Киев так и не пустил ортодоксальных верников до их святыни у городе Умань. У чаканьях и надеи люди провели трое суток на нейтральной полосе, практически под открытым небом. Белорусский бог допомогал, чем только было махшима. Пересекать нашу границу, грамадяне Израиля пошли сегодня, а шестой године ранятся. Пропускали по пять человек, как не створать черго. Эти одеяла нам дала Беларусь, чтобы мы не замерзли. А еще нас здесь кормили, поили, заботились о нас. Спасибо. А вот все остальные нас предали. Израиль ничего не сделал, чтобы мы попали в Умань. А Украина причинила нам невероятную боль. Уезжаем в Пинск. За время нахождения евреев-хасидов именно на территории между пунктами пропуска каких-либо нарушений с их стороны мы не наблюдали. Люди ведут себя нормально, культурно, все понимают. Если куда-то даже передвигаться, всегда подходят, спрашивают, разрешено, либо не разрешено. Для встречи Нового года по национальным календарам большинство паломников накировалось в Пинск. С початку попереживания, а на другий раз штраф. За удел у несанкционованных митингах неполнолетние могут отримать администрационные покарания унушального по меру. И таких выпадков у Гомельской области достатково шмат. Например, на этом видео, и оно продоставлено областной прокуратурой, иди гутерка помощника прокурора с 17-годовым юнаком. Ее навученец одной из эдукационных установ региона. По заклику Сяброу 10-го женивня поехал на протестный митинг у Мазир. До речи юнак ранее выховывался у опекунской семьи. Зараз его попечителям заявляется лицей, где выучится подлеток. Такой бравады, як паша с митингу, на гутерце с работником прокуратуры хлопец больше не выказывая. На дворот признается, что было страшно, и зараз бы николе не пайшел. Керовництва педагог-психолог и социальный педагог лицея провели с навученцем профилактичную работу, а, як напомин обучинку, официйное попереживание от правооховных органов. Если бы я знал, что эти мероприятия незаконны, я бы сам туда не пошел. Не пошел бы. Если бы знал, что незаконны, то не пошел бы, да? Скажи, пожалуйста, а почему вообще все-таки пошел на такое мероприятие? Какова была твоя цель? То есть это банальное любопытство? Это какая-то глупость, необдуманность своих поступков? Либо просто легкий способ заработать денег? Может, что-то иное? Что ты можешь прояснить? Это, ну, у меня появилось любопытство, так как я смотрел ролики из Ютуба, и мне хотелось посмотреть это в живую. А о чем ты смотрел ролики? Какие ролики смотрел? Массовых мероприятий. Массовых мероприятий? О скоплении людей. А массовых мероприятий, скоплении людей? Да. Скажи, пожалуйста, а вот будучи на данном незаконном, несанкционированном митинге, вообще какие ваши действия были? Что вы там делали? Какая ваша значка? Мы шли за толпой и выкрикивали лозинги «Живы Беларусь!» выходи. Понятно. А вот скажи, пожалуйста, ты вообще как считаешь, такого рода мероприятия безопасны или нет? Нет, это небезопасно. Почему небезопасно? Вот как ты считаешь, почему небезопасно? Потому что данное скопление людей, ну, агрессивных людей. У этого юнока нема батьков, которые могли бы застерохнуть сына от такого здоровья. Но, на жаль, так бывает, что батьки сами ведут детей на несанкционированный митинг. И это может дренне закончиться. В настоящее время в комиссии по делам несовершеннолетних поступают материалы. На сегодняшний день уже рассмотрены и привлечены к административной ответственности 15 несовершеннолетних, а также 7 родителей. В случае, если ребенок совершает деяния, подпадающие под признаки административного правонарушения либо преступления, но не достиг возраста административной уголовной ответственности, то его родители могут быть привлечены к административной ответственности по статье 9.4 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Роковая халатность. С початку года на дорогах краины 10 детей, які были пассажирами транспортных сродков, загинули. 112 были поранены. Прикладнополову детей перевозили с порушением правилов. При таких же обставинах в нашем регионе травмированы 17 детей. Еще один загинул. За этого дня и до 21 вересня в Беларуси проходит республиканская акция «Пристягните детей». Супрацовники Держаутоинспекции нагадывают, что дети до 12-ти годов повинны перевозиться у специальных креслах за невыконание правилов, попередживание альбо штраф до 4-х базовых. За полторное порушение на протягу года придется заплатить от 2-х до 8-ми базовых. Без детячих креслов дозволяется перевозить детей до 12-ти годов, рост яких перевышая 150 сантиметров. Без специальных уладкований можно возить детей и у такси. Культурное житие набирает обороты. В субботу новый сезон открывает Гомельский цирк. И он стартует международной программой «Цирк великих зорок». Наш корреспондент Ганна Корольчук побывала за кулисами и познайомилась с артистами. Под рахтовка до начала сезона в Гомельском цирке идет полным ходом. Додали новые штрихи в оформлении фойе. В зале усталевано дополнительное светловое обсталевание с новыми эффектами. Полепшена якость гуку. За пандемией коронавируса все лето цирку пришлось детермино завершить выступление. Тому все супрацовники и артисты с нетерпением ждут старта новой программы. И они приехали в Гомель с самых разных кутков света. США, России, Украины, Осетии и Узбекистана. А этот первый раз, да, этот у нас самый маленький, этот мальчик первый раз, да, сына? Трехгодовый астраханский верблюд Нурик – один из шести мохнатых удельников номера «Караван за сходу». Их керавник Сергей Югай каже, что такой живёля потребен минимум год дрессировки, чтобы выйти на арену. И когда Нурик у Гомель приехал в першиню, то его браты были тут шесть годов тому. Вядома, самые складанные труки с барьерами будут выконывать большевопытные живёлы. А молодший будет привыкать до уваги глядачу. А для похвалы за намагание у дрессировщика у кишени заусёды есть ванильные сухарки. На манеже покажут своё мастерство акробаты, жанглёры и иллюзионист. Глядачу так само с девять эксцентрыка с малпачками. И дивные труки на конях от джихи и тауасетии. На протягу усягу представления смешить гостей будет комичный дуэт с Лас-Вегаса «Клабхаус» Белла и Алекс Шер. Приехал к нам и даунеся бархомельского цирка один из самых мусных людей планеты – Фахрыдзин Ахназаров. Рекордсмен книги «Рекордов Гинесса» робить тое, что не под силу звычайному человеку. Рукой забивает свеки у дошку, зубами подымая вагу 500 килограммов, а 50-килограммовую гиру одним мезенцем. Кажа, после перепынку выступления худка пришёл в форму и вельми чакаясь устречи с гомельской публикой. Здесь у вас зритель очень хороший, здесь всегда как бы, ну не знаю, особенно принимает. Мы максимально здесь работаем, показываем. Зрители очень такие здесь, цирк любит, очень как бы принимает. И когда зрители, как бы, то, что мы делаем, им нужен, да, любому человеку. У человека это какое-то второе дыхание открывается, что ли. Допустим, у меня сейчас попросту, я ничего не могу делать, какие-то вещи. Когда я туда выхожу, я даже не замечаю всё это дело с удовольствием. Агульная протяглась представления коля 2-1-15 хвилин. При этом обеспекана ветвельника убуде на первом месте. Повеличена колькость вильготных уборок и опрацовки поверхня. У холля размещены дозаторы с дезинфицирующими сродками. По меж выступлениям и помешкане будут проветривать. Программу «Цирк великих зорок» можно будет убачить до 18-го кастричника. Ганна Карачук, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Это и другие новины, информацию о проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете изнасти на нашем сайте, в интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Де-факто на «Беларусь-4» в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. В Гомельском областном суде вынесен приговор мужчине и женщине, которые обвинялись в том, что убили и закопали малолетних детей. О содеянном стало известно в начале января 2020 года. Сегодня суд назначил обвиняемым наказание. Из материалов дела следует, что в 2014 и 2015 годах жительница Житковического района с целью лишения жизни попросила жителя Солигорского района закопать ее новорожденных детей. Женщина является многодетной матерью. На иждивении у нее ее сожителя находилось четверо несовершеннолетних. В 2012 году из-за родительского пристрастия к спиртному дети были признаны находящимися в социально опасном положении. Однако в мае 2015 данное решение отменили. По просьбе сожительницы пятого и шестого ее детей 37-летний мужчина закопал в сарае на территории их же домовладения. В период двух своих последних беременностей мать на учет в учреждение здравоохранения не остановилась. Приговором суда указанным гражданам назначено наказание в виде лишения свода сроком на 23 года. А 35-летнему жителю города Солигорска по совокупности преступлений окончательно назначено наказание в виде лишения свода сроком на 23 года и 6 месяцев. Приговор настоящей силы в законную силу не вступил. Странное убийство в Мозыре. На улице студента несколько раз ударил ножом спящего незнакомца. Убийца и жертва даже не были знакомы. Мотив не ясен. Задержанным работают следователи. А картина такая. В конце августа 19-летний житель Брестской области приехал в Мозырь, где он учился в университете. Прогуливаясь по улице, заметил спящего на траве незнакомого мужчину. Подойдя поближе, молодой человек нанес ему несколько ударов ножом. После этого ушел в общежитие и вызвал милицию. Парень под стражей. Возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-психиатрическая экспертиза. За минувшие сутки спасатели Гомельской области 18 раз выезжали на оказание технической помощи. Парывы ветра накануне доходили до 17 метров в секунду. В регионе натиска стихии не выдержали ветхие деревья и слабо укрепленные крыши. Кое-где из-за последствий непогоды было затруднено движение транспорта. В Хонингском районе ветер повалил дерево. Оно перекрыло дорогу около деревни Звенятская. Никого из автомобилистов не зацепило. Спасатели убрали дерево с дороги на обочину. В Гомеле ситуация оказалась сложнее. Там дерево рухнуло прямо на дом, повредив кровлю и заблокировав хозяевам вход. Работники МЧС освободили подход к дому, распилив часть дерева на фрагменты. Пострадавших нет. Что касается оранжевого уровня опасности, который объявлен на сегодня, то специалисты рекомендуют не находиться людям в непосредственной близости от слабо укрепленных конструкций ветхих и больших деревьев. 18 сентября порвы ветра могут достигать до 20 метров в секунду. Сегодня в Гомеле к торговому центру «Мандарин» в 9 утра были направлены пожарные расчеты МЧС. В магазине «Остров чистоты» произошло возгорание, сработали автономные системы пожаротушения. Как сообщили в МЧС, ущерба нет. ЧП удалось ликвидировать на ранней стадии. Речь о возгорании рулонов туалетной бумаги, находившихся на стеллаже. В причинах сейчас разбираются специалисты. Предварительная версия – замыкание электропроводки. Пострадавших нет. Эвакуация людей не проводилась. К пожарам в регионе на территории Мехдвора в деревне Куритичи Петриковского района горел кирпичный гараж для большегрузного транспорта. Огнем было повреждено 150 квадратных метров кровли. Пострадавших нет. Причина пожара по предварительной версии кроется в попадании источника огня извне вследствие перехлёста проводов на линии электропередачи. А в Ерёмино-Гомельского района пришлось тушить деревянный сарай. Он загорелся около полудня на улице «55 лет победы» в одном из частных подворий. Пострадавших нет. Причина устанавливается. Предполагается неосторожное обращение с огнём. Застрял в штабе ледров. В Добруши работники МЧС спасли щенка. Он провалился в пространство между дровами и зданием котельной, расположенной на территории средней школы номер 5. Услышав жалобный лай, люди вызвали спасателей. Те при помощи гидравлического инструмента отодвинули бревно и вызвалили щенка из ловушки. Для него всё закончилось благополучно. В ветеринарной помощи он не нуждался. В знак благодарности поверял спасателям хвостиком. Это вся информация выпуска. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. Оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта. В студии Анна Корольчук. Здравствуйте. Сыграны очередные поединки чемпионата Беларуси по хоккею среди команд экстралигии. «Металлург» не порадовал болельщиков победой. Подопечные Анатолия Степанищева потерпели поражение от «Солигорского шахтера». 2-3. Гомель встретился на своей площадке с «Минской юностью». Подопечные Сергея Стасия уверенно обыграли гостей. 4-1. Открыл счет Ревенко. На пятой минуте «Кашкар» сравнял счет и оформил единственный гол от столичной команды. Во втором периоде «Скоринов» увеличил отрыв. В третьей 20-минутке сначала Ревенко оформил дубль, а затем Нестеров удвоил счет. Следующий матч запланирован на завтра. «Рыси» примут на своем льду «Солигорский шахтер». Начало в 17.00. В эти выходные пройдут поединки третьего тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. В субботу, 19 сентября, ВРЗ сыграет с мини-футбольным клубом «Борисов-900». Стартовый свисток прозвучит 15.00. А 20 сентября на площадке спорткомплекса «Локомотив» сойдутся «Быча» и «Столица». Начало встречи в 11.00. В 24-м туре чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги «Мозырьская славя» встретится с «Шахтером». Матч пройдет 20 сентября, начало в 17.00. А в 18-м туре национального турнира среди команд первой лиги «Светлогорский химик» примет пинскую волну. Футбольный клуб «Гомель» на своей площадке сыграет с речицким спутником. «Локомотив» в воскресенье встретится с «Держинским арсеналом». Сегодня стартовали областные олимпийские дни молодежи по вольной борьбе. Участвуют по 10 девушек и юношей от каждого района. Все спортсмены 2003 года рождения и моложе. Всего в областной центр приехало около 120 борцов из «Мозыря», «Светлогорска», «Кормы», «Будокошелева». Для кадетов это второе официальное соревнование в этом году после продолжительной паузы. Завершится турнир 19 сентября. Это отбор к олимпийским дням молодежи Республики Беларусь, который пройдет 1-3 октября в городе Минске. Областная спартакиада детско-юношеских спортивных школ по дзюдо началась сегодня в Гомеле. За награды борются юноши и девушки 2005-2006 годов рождения. Всего более 100 спортсменов. Этот турнир станет отборочным. По итогам соревнований будет сформирована команда на республиканскую спартакиаду, которая пройдет на следующей неделе в Минске. Некоторые из этих спортсменов боролись по более старшему возрасту. Но в основном некоторые первые соревнования. Мы успели захватить январь-февраль только. Уже с марта соревнования отменились. Вот кто поборолся эти два месяца, тот успел побороться. Кто нет, вот считайте, полгода, то и больше уже даже месяцев 8 не выступал. В Гомеле проходит первенство области по шахматам. В турнире участвуют мальчики и девочки до 8 лет. Из Гомеля, Мозыри и Калинкович. Определяют победителей в нескольких категориях. Классика, блиц и быстрые шахматы. За призы борются около 40 человек. Продолжится турнир до 20 сентября. В таком возрасте очень радует. Зарегистрировались спортсмены уже и вторых, и третьих разрядов. То есть это уже говорит о том, что дети с более раннего возраста уже занимаются шахматами. Шахматы молодеют. И чем примечательно, что уже 8-летки, имеющие вторые разряды, это уже говорит о реальном уровне детей. А на этом пока все. С новостями спорта вас знакомила Анна Крайчук. Оставайтесь на Беларусь 4.